Деви Махатмям Получив приказ, дайте и возглавляемые Чандой и Мундой с воздетым оружием выступили в поход с войском, состоящим из четырех частей. И они увидели богиню, слегка улыбающуюся, восседающую на спине льва на огромной золотой вершине Индры среди гор. Завидев ее, одни предприняли попытку ее схватить, а другие подступили, натянувши луки и с мечами в руках. Анбека в гневе громко закричала на своих врагов, и от гнева ее лицо стало черным, как смоль. Из изогнутых бровей на ее челе вышла калий с разинутой пастью, с мечом и петлей в руках, носящая удивительный посох с черепом на конце, украшенная гирляндой из человеческих голов, облаченная в шкуру тигра, внушающая ужас из-за своей истощенной плоти с огромной пастью, пугающая высунутым языком, с красными глубоко впавшими очами, наполняющая стороны света своими воплями. Стремительно она обрушилась на великих асур, разя их, и стала пожирать войско недругов богов. Схватив одной единственной рукой слонов, она бросала их в свою пасть вместе с воинами, сидящими на них, и бегущими за ними следом вместе с погонщиками и колокольчиками. Всадников с конями и колесницей вместе с возничьими, швырнув в рот, она страшным образом перемалывала их зубами. Одного она хватала за волосы, а другого за горло, на третьего наступала ногой, а четвертого придавливала туловищем. Метаемая асурами оружие разных видов, она ловила ртом и с яростью перемалывала зубами. То войско могучих и порочных по природе асур она уничтожила, сожрав одних и перебив других. Одни были сражены ее мечом, другие избиты посохом с черепом на конце, а третьи асуры нашли смерть от ее острых зубов. Увидев, что все войско асур погибло за мгновение, Чанда подступил к обличьям чрезвычайно ужасной калии. Пугающим дождем стрел ту грозную ликом богиню, чей взор порождал страх, великий асур покрыл. Амунда забрасывал ее тысячами дисков. Тем многочисленные диски, исчезающие у нее во рту, были подобны множеству солнечных дисков, пропадающих за тучей. И тогда захохотала страшным хохотом, во гневе издающие ужасные вопли калии, чьи пугающие клыки сияли из разинутой пасти. Воссев на огромного льва, богиня обрушилась на Чанду и, схватив его за волосы, отрубила мечом голову. Увидев, что Чанда пал, к ней поспешил Мунда, и она его также повалила на землю в ярости сраженного мечом. Тогда остатки разгромленного войска асур, видя, что Чанда пал, а равна и могучий Мунда, разбежались на все четыре стороны, охваченные страхом. Взяв головы Чанды и Мунды, кали подошла к Чандике и обратилась к ней громко и грозно хохоча. «Мною принесены в жертву великие жертвенные животные Чанда и Мунда. На жертвоприношении битвы, шумху же и не шумху, ты убьешь сама». Провидец сказал, увидев принесенные головы великих асур Чанды и Мунды, благая Чандика молвила калий ласковые речи. «Так как ты пришла, взяв головы Чанды и Мунды, ты, о богиня, будешь прославлена в мире, как Чамунда». Так в Шримаркандея Пуране Деви Махатмия заканчивается седьмая глава, именующаяся «Убиение Чанды и Мунды». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok